здравствуйте я дмитрий трофимов и сегодня у нас тема социальная тревожность а именно установки которые вас блокируют которые вас останавливают убрать у себя эту болезнь убрать у себя эту гадость и вы действительно можете убрать у себя эту гадость но только в одном случае когда вы сможете поработать с этими установками когда вы поймете что у вас есть эти вредные мысли и убеждения которые останавливают процесс самовосстановления самолечение от социальной тревожности и давайте разберемся что это за мысли какие у вас включаются мысли которые останавливают вас первая мысль я с этим родился это неправда вы должны запомнить раз и навсегда социальная тревожность большей степени приобретенная в какой-то момент где-то вы выучили социальную тревожность напоминаю еще раз это навык который вы прокачали навык называется не высовывайся это навык соответственно вы можете убрать этот навык если захотите следующая вредная мысль установка это не лечится это очень плохая мысль установка которая вас сдерживает который не позволяет вам искать в направлении лечения социальной тревожности опять же это лечится потому что нужно понимать что это мышление с которым вы можете работать это тело с которым вы тоже можете работать это эмоции с которыми вы тоже можете работать и опять же нужно понимать что социальная тревожность это выработанный навык следующая токсичная вредная мысль которая сдерживает вас и мешает вам работать социальной тревожностью эта мысль звучит так я исключительный это социальная тревожность это социофобия только у меня именно у меня это социальная тревожность и социофобия не убирается у других людей возможно она убирается но у меня она точно не убирается я исключительный нет ребята вы не исключительный опять же если вы будете рассматривать социальную тревожность как тренировку то есть вы Вы затренировали себя бояться, вы затренировали включать у себя сжатие тела, напряжение в теле, включение негативных эмоций, автоматические мысли, которые у вас включаются. Все это вы затренировали, следовательно, вы можете подумать в другом ключе. Если я это затренировал, значит я могу это убрать с помощью другой тренировки, то есть у меня будет включаться состояние спокойствия, я смогу работать со своими негативными мыслями и у меня вместо негативных мыслей будут другие мысли, следующая негативная установка, которая сдерживает вас, она оправдывает других людей. И что это значит? Это значит, что кто-то вылечился от социальной тревожности, кто-то убрал у себя социофобию, но вы оправдываете этого человека тем, что говорите, не-не-не-не-не-не, он не убрал у себя социальную тревожность, ты что, у него никогда не было социальной тревожности, он себе что-то там придумал, включил какие-то техники, сразу так легко убрал? Да ничего подобного, потому что социальная тревожность так легко не убирается и так социальную тревожность не приобретают, как приобрел этот чувак. Следовательно, у него нет социальной тревожности, а у меня она есть, потому что я исключительный, потому что моя социальная тревожность была со мной всегда, когда я уже родился. Да, вот сейчас я вам перечислил сразу несколько вредных установок. Да, вы оправдываете человека, который убрал у себя социальную тревожность, оправдываете тем, что у него этой социальной тревожности, оказывается, никогда не было, и это негативная установка, которую тоже нужно убирать, потому что на самом деле этот человек был в социальной тревожности, и он справился с собой, следовательно, вы тоже можете справиться с собой, вам нужно включить наоборот именно эту мысль. Если он смог, если эти люди смогли убрать у себя социофобию, То вы сможете убрать у себя социофобию Тоже нельзя сдаваться Наоборот, нужно двигаться в этом направлении Действовать в этом направлении И все у вас получится Следующая негативная установка Она бредовая, но тоже бывает появляется Особенно я когда читаю какие-нибудь форумы Она звучит так Социофобия это родовое проклятие И человек начинает говорить У меня мама была социофобка У меня бабушка была социофобка У меня был прадедушка социофоб Мы все прокляты Это родовое проклятие И кто-то добивает, может еще сказать такое Это порча Суть одна Человек оправдывает себя тем Что это родовое проклятие невозможно убрать Потому что это родовое проклятие Это стихия, с которой невозможно работать И опять он лапки свесил и сказал Ну ничего не поделаешь Вот у меня поэтому социофобия Следующая негативная установка Я такой человек И человек начинает объяснять Я слабый Я бесхарактерный Я глубокий интроверт То социофоб То есть нет возможности убрать у меня социальную тревожность Потому что я по определению слаб То есть человек начинает свою личность задевать Он не просто объясняет социальную тревожность Он прицепляет социальную тревожность К своей личности и объясняет, что это социальная тревожность Потому что человек по определению слаб И это тоже вредная установка Потому что социальная тревожность и создает эту слабость Не человек как личность слабый А социальная тревожность создает постоянно это состояние И когда человек у себя уберет социальную тревожность Социофобию У него это состояние постепенно уйдет И он уже не будет чувствовать себя слабым А если человек хочет еще сильнее прокачаться в этом деле То он может опять же прокачаться по теме По практике и по конфликтам И он уже может управлять конфликтами Он уже может постоять за себя Он уже может прокачать свою сильную реальность Было бы желание Но точно я знаю, что если он уберет у себя социофобию То ему будет намного легче Это тоже вредная установка И эту тоже вредную установку нужно у себя убирать И да, когда я вам сейчас озвучиваю вредные установки После того, как я озвучил вам вредную установку Я также вам говорю позитивные и национальные мысли Которые, в общем-то, намного эффективнее будут Вместо вот этих вредных установок И вы тоже можете под этим видео в комментариях написать Может быть вы сталкивались с какими-то людьми Которые вам говорили, что социофобия такая-то Что у него эта социофобия такая-то Что она как-то на него влияет То есть какие-то вредные установки Вы тоже можете написать в комментариях Я возьму эти установки Я почитаю эти установки И тоже, может быть, дополнительно еще сниму одно видео Чтобы эти все установки обработать И еще очень важный нюанс Я вам рассказал об установках, которые у вас в голове Но, может быть, у вас нет этих установок И вы начали прокачиваться Убирать у себя социальную тревожность Может быть, вы записались ко мне на практику Может быть, вы проходите Ричардса Не важно, у кого вы что проходите Главное, что вы решили у себя убрать эту социальную тревожность И кто-то вам говорит установку Которую я озвучил уже То есть из этого списка кто-то говорит установку Это невозможно убрать Ты с этим родился Может быть, вы где-то в комментариях Может быть, вы где-то на форуме прочитали это Да даже на моем канале какой-то чувак может Просто какой-то левый чувак Но нейм какой-то пишет под видео Это не лечится Это не убирается Это невозможно убрать Эти установки он пишет И передает И пытается передать эти установки вам Будьте внимательны Остановите это Не вздумайте цеплять эти установки на себя Остановите это безумие Потому что если вы будете каким-то образом Размышлять об этих установках Когда вы где-то их прочитали Когда вам кто-то сказал об этих установках Эти установки начинают уже встраиваться в вашу голову И в какой-то момент Вы понимаете Вот вы проходите пятый урок Ричардса А потом в какой-то момент вы понимаете Это же не лечится Это же будет со мной навсегда Потому что я с этим родился Потому что это родовое проклятие Потому что моя социальная тревожность Она лично моя Она у меня исключительно Потому что тот чувак убрал у себя социальную тревожность Потому что у него не было социальной тревожности И вы бросаете практику курс Ричерса, вы бросаете мою практику, если вы записались ко мне. И получается, что эта установка сделала все. Или тот человек, который вам что-то написал, или тот человек, где вы прочитали какой-то комментарий, сломал фактически вашу жизнь. Потому что он смог передать вам свою вредную установку. Мы потом с вами разберемся, почему люди пытаются заразить, да, вот такими вредными установками. Почему люди передают заражение неудачи. Будут еще определенные видео по этой теме, но просто сейчас я вам напоминаю, не заражайтесь этой неудачей. Будьте внимательны, не цепляйте эти установки на себя. И тогда вы справитесь с социальной тревожностью. Ребята, я точно знаю, что социофобия лечится. Лечится и больше не возвращается. И вы сможете это сделать, вы сможете у себя это убрать. И на сегодня все. Если у вас есть какие-то вопросы, вы также можете оставлять вопросы в комментариях. Вы можете вопросы задавать мне в личку ВКонтакте. Напоминаю, что если эти видео вам помогают, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Если эти видео могут помочь вашим знакомым, друзьям, близким, опять же, рекомендуйте мои видео. Ставьте лайк под этим видео, потому что это продвигает мой канал. Напоминаю, что у меня есть паблик, и там тоже много полезной, важной информации. Подписывайтесь на мой паблик, у меня есть телеграм-канал и моя личная страница. И на сегодня, в общем-то, все. Желаю вам хорошего настроения, как всегда. Как минимум 10 миллионов долларов, но без этого никак. Это хорошие деньги. Соглашайтесь, берите их. И пока-пока. Это порча, которая была передана Мерлинам в 15 веке, когда король Артур зарезал определенного дракона. И в этот момент мы убирались там, и эти все... Луч солнца золотого, тьма скрыла пелена, и... Между нами слов, вдруг выросла стена Ночь пройдет, и вдруг...